Смотри, оно даже на 1 треть еще не загрузилось. Он включает елочный топливник, в нем стоит, вентилируемая топка, это раз. Во-вторых, приток свежего воздуха сделан, вот задвижка. Вот эти ракушки здесь стоят, это тоже небольшой такой декор. Отсюда выходят две трубы, то есть это колорифер. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Сегодня мы приехали к Алексею Ткаченко на объект. Мы уже здесь были, снимали месяца 8 назад, наверное, да, Лех? Зимой это, да, где-то так. Да, вот как раз этот камин строился на этом уровне. Вот приехали показать итоговую часть, но я как понял, что здесь что-то будет домываться, докрашиваться. Но весь объем уже здесь можно как раз увидеть. Все сделано, да, уже. Будет так. Здравствуй. Очень большой камин, по крайней мере, и дом сам. Мы уже до этого говорили, он из таких прям бревен, или как это правильно назвать, да? Ну да, из кругляка. Да, из кругляка. Этот камин прям вписывается. Он даже может и маловатый, хотя он большой, дом сам огромный. Огромный, да, когда заходишь, он кажется малым. Да, он кажется малым. А рядом стоишь, он прямо такой массивный конкретный камин. Что включает в себя кабин? Он включает елочный топливник, в нем стоит. То есть мы откроем, можно вот так вот увидеть. Его я резко открыл. Вот, елочный топливник. Вентилируемая топка, это раз. Во-вторых, приток свежего воздуха, сделан вот задвижка. Она идет с улицы. Также в нем стоит колорифер. Внутри стоят трубы. Находятся там 4 трубы. Это конвекционные трубы. Одна идет на первый этаж и на второй этаж. При растопке печи горячий воздух сразу же поднимается вверх под потолок, уходит на первый этаж. А вторая труба на второй. Если мы обойдем печь с другой стороны, там находятся еще две трубы, которые, там будет бассейн. И горячий воздух, по просьбе с заказчиком, попросил, чтобы горячий воздух с улицы, который свежий, будет обогреваться, заходил в бассейн. А забор воздуха идет весь с улицы или внутренний тоже перемешивается? Внутренний тоже. У меня вот здесь сделаны вот такие вот задвижки. То есть они вот как раз для воздуха? Они для воздуха, да. Это внутренний воздух, будем так говорить, комнатный. Сейчас у нас с улицы шибер закрытый и закрыта поддувальная дверка, да. То есть мы можем сделать так, можем сделать так, но у нас есть отверстие вот здесь вот небольшое, то есть для горения и вторичный воздух, вот этот вот открытый. То есть вот эти зубриные, да? Да, 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 то есть его можно больше вытащить вот так. Ну этого хватает. На самом деле тестировали, идет хорошее горение. То есть если мы вот так и так открываем. А если вообще поддувальную дверку... Да, да. Да, очень сильно начинается вот такой путук. Воздуха пошел. Тогда видимо подкоптило на слабом, да? Они на слабом, да. То есть они вот его, когда... Оно ни разу не коптилось, но так как топят ребята, они кинули, ушли, накидали вот здесь вот. И я замечал, что если они дрова вот здесь вот тут рядом, не дают, они просто ее всю перекрывают, и идет такое легкое горение. Вот. То есть месяц ее уже эксплуатируют в эту печь? Ровно месяц, да. Месяц ровно. Тогда был этот уровень света у нас еще не было вообще никакого? Никакого света не было, было начало топки я собирал. То есть по свету получается здесь у нас как соляные кирпичи? Да, ну это обычная гималайская соль, которую я вставил в кирпичную укладку и поднял вот такие столбы, ну и провел подсветку сюда. Сразу первый вопрос, который задал мне заказчик, он говорит, а как давление на нее будет? Выдержит? Ничего с ней не будет абсолютно. Почему такой вопрос он мне задал? Потому что у нас уже пришла такая мысль, когда я сделаю вот эти вот столбы, то есть вот эти два, и сзади по печи, по всему периметру. Для чего они нужны были? Не то, чтобы как для красоты, а еще чтобы сюда положить такие бревна. Ну да я помню, что про бревна ты говорила? Про бревна, да. По итогу отказались от этого? Нет, будем делать. А ты эту красоту тоже закроете? Нет, вот из-за них, вот то, что вот это вставили сюда в прочесные отверстия, вот эти вот, это царский кирпич, отказались от задвижек чугунных. И я решил ему вставить вот этот царский кирпич, вот эти вот лапы. То есть из-за них он будет как-то продумывать бревно? Да, он сказал, мы их выпустим вот так вот тут, то есть, ну в ласточкин хвост, и доведем их до сюда, чтобы не закрывать вот эти вот, ну вот этот рисунок. То есть ему вот так вот ближе нравится, ну и мне как бы тоже самое нравится. Там, где есть прочесные отверстия, видно, да? Да, видно, 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 да. И там тоже самое. Здесь тоже лапочки, да? Тоже лапки, да. Наверху, и с той стороны тоже самое. Ну то есть отказались. И эти прочесные дверки так мы в сторону и отложили, хотя они были куплены. По первому этажу, то есть в том углу он сделал полы теплые, в гараже и еще где-то часть, а, и в бассейне тоже он сделал теплые полы. Внутри печи находится котел, в подвале находится, ну, энергоаккумулятор на две тонны. Этот котел нагревает и разгоняет, то есть теплые полы будут еще вот здесь вот, по всему периметру. То есть они от печи будут работать? Они будут работать от печи, да. То есть сейчас котел запущен, это все работает полностью. То есть вот здесь тоже как раз расскажи же про идею задекорировать трубу. Да. Потом у нас вот это тоже будет временное, вот это вот стоит, то, что поставили. То есть это обратка, здесь уже подача, да? Да, да, да. Это обратка, это подача. Здесь труба будет стоять другая, такая же. То есть это нужно заказывать. Сейчас, так как зима уже наступила, холодно, здесь ребята еще работают. Устроят потолки, полы. Тоже сразу вопрос возник, потом я смотрю, блин, там же труба, она и не просто труба, а как раз для воды, да? Да, для воды, то есть вот это обратка, это подача, да. Ну, и то есть вот она будет поэстетически красиво выглядеть. То есть она вот здесь вот еще в таком виде находится. То есть еще здесь не доделано. Почему? Потому что здесь еще идут работы. Потом вот это все помоется, это будет выглядеть и гораздо красивее. Все чистенько будет убрано. Соль еще до конца не помыта, печь до конца, ну, ее нужно покрасить будет, убрать всю пыль, грязь. Здесь еще и такие рабочие моменты находятся. Ну, и вот этот котел будет отапливать первый этаж на 450 квадратов. То есть он за этой, да, идет? Котел находится вот. Вот это вот у нас основная топка внутри, вот так идет. Он находится внутри канала. Колпак или канал? Колпак. В колпаке, да. Ну, если вы посмотрите, вот внимательно, вот у меня находятся хайлушки. Вот, если сейчас факел мы разгоним, печь затопили, еще топка не прогрелась, только что затопили ее. Она, у меня факел уходит вправо, влево и на заднюю стенку, то есть для равномерного прогрева всей печи. Весь массив обогревается одинаково от самого низа. Мы уже проверяли, тестировали это все. Дров сюда идет 80 килограмм. То есть две тащки. Это полная? Полная, да, да. И мы ее разжигали сверху. Рожек сверху делался. Если наполовину, поджигали снизу, то есть факел сразу поднимался кверху, и он вот так летит. Ну, и гудело очень сильно печь. Про свет. Вот здесь свет одно, второе свет, подсветка уже пошла массиво, да, получается? Да. Так. Получается, сколько контуров? Один, второй, третий, да, третий верх. Три контура, но это четвертый. Контур. То есть все они работают отдельно. То есть какой захотел, можешь этот отключил. А, это пульт жесть, да? Покажи, на что способны. Можно сделать разные цвета. Можно в один тон поставить этот цвет. Можно темнее поставить. Чисто красный цвет. Зеленый. То есть большая световая гамма здесь заложена. Ну, так просто приятнее заказчику. Можно его вообще выключить и не пользоваться им. Не хочешь и не надо. Ну, вот сейчас светло. Вот ночью, когда, допустим, один камин горит, да? Один камин, когда горит, оно на самом деле такое... Да, здесь, когда все сделается, ну, тут будет стоять диван. Ну, как я слышал, разговаривал с заказчиком. Вот здесь, тут как типа семейный уголок такой. Они будут сидеть вечером, затопят камин, будут сидеть, любоваться. Вот эта идея сверху, она что повторяет? То есть, она мне почему-то, как скажем, церковную... Церковную, да, да, это и взято... Оттуда идея. Оттуда идея, да. А на мысль у меня пришла тоже внезапно. Почему? Потому что на самом деле печь я хотел сделать выше. Вообще по факту выше. Под самый потолок? Под самый потолок и выйти туда. У меня потом мысль закралась. Там же на втором этаже очень огромное пространство. Я еще предложил сделать лежанку. Но так как заказчик говорит, ладно, потом уже. Все, хватит, говорит. Ну, и как бы это понятно все желание заказчика. Но дело не в этом. И когда я дошел до этого уровня, и я понимал, что печь не закончена. То есть, она бы никак не смотрелась. То есть, как обрубленный верх. И пришлось что-то такое придумывать. Ну, я взял такие элементы и вытачивал, потом поставил, чтобы ее как-то закончить. Да, нормально вписались. Ну, и панно получается в середине, да? Да. А почему у Хлейта и девушка там с ней? Кто-то занимается или... До этого я работал у нескольких заказчиков, делал им печи. Ну, и они мне сказали, Алексей говорит, ты свой какой-нибудь фирменный знак бы придумал. Я говорю, да я не знаю, что. Ну, говорит, ну так, чтобы печь играла, что ли. Я говорю, да она так играет, топится. Не, ну, придумай что-то. Ну, и у меня просто мысль пришла, думаю, поеду, а ему заказывали кирпичи там на ЧПУ. Ну, и раз у меня такая мысль, думаю, что-нибудь такое играющее. Ну, вот просто мысль родилась. И я поехал, заказали вот такую кирпичку, сделали, да? Теперь надо каждому своему объекту уже. Да, и те, кто видел этот кирпич, то есть даже бывшие заказчики, они сказали, ну и пускай, говорит, это твой знак будет, говорит, женщина с контрабасом. Случайно, не случайно. Случайно, не случайно, да. То есть это не моя придумка, это просто заказчики сказали, ну, чтобы печь играла. То есть один сказал, потом со вторым пообщался, потом с третьим, да? Ну, то есть это не родилось как бы за один день, а то есть на слуху это как бы было, говорит, придумай что-нибудь такое. Говорит, ну, нам же надо тебя где-то искать потом. Да, ну, да, ну, чисто так для смеха. Ну, и вот пришлось это вот так вот придумать, поставить, обыграть. То есть здесь, получается, мы сейчас в бассейне стоим на дне его. Да, задняя часть печи. Здесь находится бассейн, будет бассейн. Вот. Этот кирпич мы обработали альтофорс форной мастикой, да. Потом я ее обжег специально, чтобы она стала как фарфор. Почему? Потому что здесь будет делаться вот до этого уровня. Вот так вот бассейн, высота бассейна будет. Ну, сама чаша. Вот. Бассейн. И когда будут здесь плескаться, купаться, плавать, когда вода будет попадать, чтобы не попадала на саму кладку. Не размывала. То есть вот это наделали. Здесь будет делаться панно. То есть здесь еще не доделано. То есть вот в этой сделали такую рамку декоративную из кирпича. Будем делать панно. Пока еще думаем, какое. Вот эти ракушки здесь стоят. Это тоже небольшой такой декор. Отсюда выходят две трубы. То есть это колорифер. То есть о том, о чем я говорил минут 10 назад. Свежий воздух с улицы поступает. Вовнутрь печи попадает в эти трубы. В эти трубы они нагреваются. И горячий свежий воздух поступает в бассейн. Пар, который здесь будет находиться, когда здесь будет тепло, он будет часть пара и влаги опускаться. В печи сделано отверстие. То есть печь закачивает влажный воздух и прогоняет его опять же через трубы. И этот воздух выходит на второй этаж? Этот воздух выходит на второй этаж. Хотели поставить красивые решеточки. Взять и в печном мире в магазине. Там же есть такие декоративные чугунные. Ну и так, мне кажется, тут еще вода, влага, окошки. Да, ну и то есть подумали, что оно все равно может это, если, к примеру, не пользуешься печкой, то есть влага, которая здесь будет, да, будет попадать, потом может пойму не стекать. Решили сделать из кирпича. Поставили из кирпича, но на самом деле здесь воздух дул-то гораздо сильнее, когда она по прямой с трубы вылетает, не разлетается, удаляется кирпич. Эти кирпичи были очень сильно горячие, они и сейчас в тепло. И там сделано наверху еще сделан один вентиляционный канал, просто вен-канал, который влажный воздух будет опускаться, печь будет закачивать внизу, а который поверху будет уходить еще не вполне тяжелый, будет прокачиваться туда вверх и тоже по вен-каналу уходить. То есть сырой влажный воздух не нужно здесь. То есть он отсюда будет забираться? Будет забираться отсюда, да. И за счет того, пока идет по трубе, он сохнет, подсыхает? Да, подсыхает, да. То есть он теплый, выкидывается наверх на второй этаж, они нужны просто по вентиляции и в атмосферу, на улицу. Когда я разговаривал с заказчиком, дом очень массивный, он из бревен, да, и бревна нужно увлажнять все равно, они не должны пересыхать. Вот, и поэтому поставили как раз и задумка была, чтобы поставить печь посередине вот этого дома, чтобы вот здесь собиралась влага и часть влажного воздуха печь прокачивала через трубу и выбрасывала на второй этаж. А часть, потому что здесь бассейн достаточно большой будет, но здесь я не знаю, сколько здесь, кубов на 30, наверное, это точно будет и по размерам. И часть влажного воздуха просто выкидывает на воду. Еще хотел внимание, обратите, вот сколько мы, да, банную печку снимали, вот здесь снимаем, не видно шва, да, вот здесь здесь ровно снято, видно, что шовчики очень маленькие. Сколько тут? Ну, до трех миллиметров, да? Здесь везде три миллиметра, везде, везде. Здесь вот как раз вот так калибровки можно сказать, если его не калибруешь, что ты такого шва не достигнешь. Никогда не получится. Не получится, потому что у тебя задняя юбка кирпича, она всегда, у тебя либо он раскроется, либо они вот так играть будут. А чтобы этого не было, ровно положить в плоскость кирпич, тогда, ну, тебе точно надо 8, 9, 10 миллиметров. Ну, это прямо видно, что очень мелкие. Мы вот были вчера буквально на ремонте старой печи, там ремонтируется старая печь, вот еще, ну, как ты рассказывал, как-то с кованными лентами, вот такая же печка ремонтируется, и там швы вот прямо один в один. Один в один, да, 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 из царского кирпича. Да, вот эти, как лепехи, да, и их невозможно оторвать, просто туда сабельная пила даже не залазит. Ну, это же, получается, не основное отопление, все равно полы, наверное, будут подогреваться же еще по электричеству, нет? Или всегда надо будет топить? Почему? Электричество тоже поставят, ну, оно, я думаю, что даже то, что оно у них в деревне дешевое. Саша такой человек, что он хочет, чтобы у него чисто вот функционал такой был, дрофта у него достаточно здесь. Так, хватит, или еще? Да, еще, еще, сейчас напихаем. У нас, Андрей, он должен на одну треть еще не загрузилась. Две хапки? Две хапки, да? Здесь я экспериментировал, как вот эти стекла, их можно ближе сдвинуть. Ну, то есть, с вами, да, то есть, ну, захотели так сделать. То есть, я их сдвигал, вообще, они были вплотную. И горение было то же самое. Ну-ка, и оставили так. Мы уже, когда снимали, до этого были, рассказывали про банную печь, то, что Алексей изначально сделал. И сейчас хотелось бы показать, там примочки интересные такие, Лех, покажешь? Покажу, да. Ну, фишечки, которые, вроде как, ну, простые, но очень интересные, удобные и эффективные в использовании. Пойдем, посмотрим. Да, ну, на самом деле, жалко то, что одно, сегодня банная печь не топится, а так, по факту, мы бы показали, как это работает. Здесь находится чугунная ванна, закрытая каменка, это ложа куриных. Поставили вот сюда, вот такую палочку для можжевельника. То есть, вот здесь вот подголовничек такой небольшой, он вот так ложится, ноги закидывает. И сделали вот такую кнопочку. Нажимаем на эту кнопку, на эту кнопку, туда провели трубку, вовнутрь каменки, то есть, как РУСПАР. И все, и не вставая, нажимая на эту кнопку, идет подача воды прямо вовнутрь камней, вовнутрь ложа. И то есть, получается мелкий дисперсный пар, перегретый. Ну, и еще такая небольшая фишка здесь. То есть, пар, когда выходит, он вроде бы как бьет тебе по ногам, да, если ты лежишь. Ну, если он вверху поднимается, да, если он вверху поднимается, один человек справа лежит, другой слева и бьет по ногам. А хочется, чтобы тебя сразу всего окутала пара. Ну, у нас пришло такое решение, мы поставили под полки вентилятор. То есть, у которого голова поворачивается вправо и влево, такой достаточно мощный. И он начинает снизу разгонять этот пар. То есть, создает движение воздуха. Движение воздуха еще сильнее, да. И то есть, получается, на тебя сразу идет такая нахлобучка горячая. Очень сильно. Ты так аж прямо, ва, хорошо становится. И тут же прохладный воздух. И то есть, ну, на самом деле, это настолько приятно. И тебя не напрягает. То есть, ты можешь лежать 15-20 минут. И не надо там... То есть, даже тебе хочется попариться веником, но это уже в конце всего парения. То есть, ты лежишь и наслаждаешься вот таким вот паром. Он на пульту, да. То есть, ты тут же лежишь, бац, бац, нажал, водичка. И вентилятор все сделано на пульту. Подсветка тоже на пульту здесь сделана. Он прям пульт заносит сюда. Вот может под одеялко, чтобы пар на электрике не нагрел. И все, его ложат здесь. И мы здесь парились так месяц. То есть, на самом деле, клево. Еще хотелось спросить. Вот не спросить, но рассказать. Да, вот Алексей ездил в Турцию. В Турцию. Расскажи в двух словах, так скажем, откуда. Ну, это же заказ тоже. Нет, так я ездил. Я ездил работать, но только в Турции. С Иркутска в Турцию. То есть, это тоже, ну, как бы это такие разные миры. А на самом деле, получилось, ну, как сказать. Я работал у заказчика. Полтора года назад делал печку. И у него там купленная земля. Ну, говорит, я туда езжу. Заказчик наш русский? Да, из Иркутска. Из Иркутска. Да, и у него стояла банная печь. Ну, такая она уже старенькая. Тоже кирпичная. Обращенка старая уже разваливалась. Он говорит, я сейчас вот здесь дом один продаю и второй. И, говорит, еду там строиться. Ну, и говорит, я хочу там построить банный комплекс для бизнеса. Ну, приглашать там друзей каких-то. Потому что там очень много русских, которые живут на ПМЖ. На самом деле, там хамамов очень много. Но для русских не хватает. Ну, и то есть, когда я в Турцию съездил, я туда ездил неоднократно отдыхать. И так. Ну, и плюс, когда я к нему... Ну, мы разговорились. И вроде как бы забылось это все. Прошел год. И он мне начал звонить. Ну, и я к нему, когда туда приехал, и встретил еще одного знакомого, которого знал, на самом деле, очень много лет назад. Ну, то есть, мы были, ну, будем так сказать, друзьями. Работали вместе в одной организации. И он там тоже на ПМЖ уже 15 лет. И оказалось, что они компаньоны. То есть, а встреча эта произошла на берегу Средиземного моря. То есть, пошли покупаться. Сидим на пляже, отдыхаем. И раз, подходит человек, говорит, привет, привет. Вот так завязалась тема. И ровно через год я поехал, и мы начали делать там... Ну, строительство пошло. Комплексы, то есть, делаются проекты, рисуются. Я там... Банный комплекс сделать? Делать банный комплекс, да. Ну, то есть, плодотворная поездка? Поездка была плодотворная, да. Ну, то есть, все заложено, чертежи, все. Они сейчас, ребята, там вкладывают деньги, все строят. Я, как бы, мне зачем дом строить, банную печь, когда я нужен там, сделать им сам комп... И сделать их там трипичи. То есть, они хотят... Тоже, ребята, такие парильщики любят попариться, такие заморачиваются. То есть, они на берегу Средиземного моря, там где-то вдали, где они полиция, никто не видит. Складывают камни, то есть, как баня по-черному, кочегарят, и вот он сами парится, потому что в другом месте нигде этого нет. Ну, я тоже там ходил в хамамы. Хамамы, на самом деле, интересные там, и внутри, и по красоте, но по функционалу я тоже их не понимаю. То есть, ну, вот сидишь там. Ну, высокая влажность. Высокая влажность, да, сиди, ну, не знаю, ну, тепло да тепло. В сауны там тоже ходил, ну, обычные сауны, электросауны. Ну, то есть, расчет этой бани, которую будешь делать, скорее всего, на тех, кто на ПМЖ уехал. На ПМЖ, да. На наших, на российских, да? Да, ну, и познакомился там с турками, которые, ну, достаточно хорошо владеют русским языком, у которых бизнес в России. Там же вот сейчас я когда ездил, и они ходили в наши русские бани, сравнивали с хамамами. То есть, они ездили в Финляндию, я вот с ними разговаривал, да, им нравится финское парение, то есть, оно такое же, будем говорить, ну, русские бани, да. Да, и, а воплотить там это не могут, то есть, там это не понимают, почему все время лето, жара, да, тут какая-то баня. Да, плюс-минус какой-то, где взять веники? Нет, нет ничего. Лес есть, лес есть, но его надо из чего-то, березы нету, дуб есть. А дубовые? Ну, дубовые, да, дуб есть, но они там такие дубы у них, на самом деле, здоровые, красивые, это важно, чтобы залезть на него, ветки нарезать, это целое дело. Ну, на самом деле, плодотворно съездил, все мне понравилось, вопрос времени, пока построится, то есть, это не за один день. Ну, семечку заложил, по крайней мере, я думаю, что... Да, но они хотят с открытой каменкой, с закрытой, и хотят баню по-черному, вот, просто в горах, то есть, ни на что это не влияет, чисто из камней будет сделана вся баня, стены из камней, в которые не жалко, там можешь кидать эти дрова, там, пускай она вся нагревается. Не загорится, да, вместе со стенами, там, полностью, там, можно, там, я не знаю, пионерский костер, на самом деле, устраивать, там, ничего не будет. То есть, это, сразу нужно два куба дров закинуть, поджог и пускай, и заходить там париться, то есть, ну, люди такие, фанатики есть там, на самом деле. То есть, многие из них едут специально куда-то в Европу, чтобы попариться, я даже с такими, с двумя, там, встречался, я был сильно удивлен. Ну, почему, потому что там, зачем тебе париться, ты и так ходишь под солнцем, целый день мокрый потеешь, да, куда париться. Нет, люди чисто в таких целебных целях, погреться, там, попариться. Хотя в горах у них, вот сейчас, я разговариваю, я уезжал, в горах уже было достаточно прохладно, было плюс 10, такой ветерок, ну, знобило аж. Они говорят, ну, вот, в конце декабря, в январе в горах будет опускаться до минус 15. Развитие успехов, что хотелось бы еще подпишись. Благодарю, Максим Николаевич, и благодарствую, и благодарю, и трупными шагами продвигался дальше. Да, надо работать, стараться делать что-то такое красивое. Задумки, на самом деле, есть очень хорошие, в голове картинки всякие, то, что не подсмотренные ни у кого чисто, а вот, солью. Все ясно. Всем пока, ставим лайки, подписываемся. Счастливо вам. На канал, ваш Печной Мир. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok